Добрый день, добрый день. Очень приятно видеть все, в принципе, родные, знакомые лица. Видеть вас, в принципе, в добром и здравии, все активные, что как бы объединяет пациентов, которые строят родители заболевания, это высокая дисциплина. Без этой высокой дисциплины, конечно, ничего бы не получилось. Вот мы все собрались и пришли в субботний воскресенье, черт их день, я сама строго нашла это место. Вот мы все собрались. Наша цель сегодня такая. Наша цель это как бы ознакомиться с теми покажениями, которые обладают республики ведущие и научат тем движениям, которые нужны. Я хотела как бы немножечко вас ознакомить с медицинской площадью, с пациентом болезни Бертина. Как вы знаете, наш регион, республика Башкортостан, находится приборский федеральный округ, и по населению, это самый многочисленный регион, у нас больше 4 миллионов населения. По территории мы, после Пермского края, мы, в первую очередь, какая-то маленькая леса, у нас все-таки очень много населенных пунктов. И вот по численности, самая большая, большая республика, давайте дальше. Чем мы занимаемся? Варим, так, что у нас есть пациенты, которые строгают анкилозис, пациентом или болезни, но все у нас основное заболевание перед Макоемом. Пациентов много, которые строгают псевдитик, да, как пациент. И системным заболеванием селегипеками. Так что у нас, как бы такие, всеобъедущие, очень большие потребности для лечения наших пациентов. Дальше, пожалуйста. И вот я хотела показать по заболеваемости. Вот в нашей республике открыло более 4 миллионов населения, а в больнице Санкт-Перазирского института у нас зарегистрировано. Это поддавленный, правда, отчет, но отчетный номер круга – 900 человек. Самый низкий показатель вовсе, по всем этим Церковской, Челябинской, Тюминской области. Ну, зато, значит, у нас большое количество пациентов, которые страдают аутоимунино-воспалительное сферирование. Поэтому ваша ответа, что вот какое количество пациентов здесь у нас собралось, это еще все-таки малая толика. Те пациенты, которые живут в дальних районах, они, к сожалению, не всегда могут приедать. Но, тем не менее, раз в год они появляются в нашем центре, и мы стараемся им помочь. Что такое ангелозерское пациентство, это спонтиларгия, это уж не могу сказать, что все прекрасно знают, что это хроническое воспалительное заболевание с преимущественной локализацией, с поражением позвоночника, с поражением суставка, периферические, и поражением сухожильного аппарата. Вот такие места сухожильные связки, это преимущественно, значит, поражаются с язкой и климинцем. Один вопрос, ухожу в уголовную пациентство, собственно, почему у больных с болезнью пиртеля очень часто развивается такое сложнее, как коричневый боксоркурс, который требует, ну, значительно, большего внимания и эндопротезирования именно как пациент, который страдает этим заболеванием. Помимо этого, к сожалению, при этом заболевание бывает поражается и другие органы и системы. В большом проценте случаев достаточно поражается. Глаза это будет 90%. И уже может быть кишечник. Поражается стенка аорки, аортины, как называемые, болезнь, предболезнь пиртеля. И, соответственно, конечно, поражаются и гулыки, потому что поражается грудная клетка, нарушается объем протяжения, и, конечно, выкручивается достаточно, что-то совсем уж быстро. И самое грозное осложнение у больных, которые длительно страдают, это хроническое, аукритное воспалительное заболевание, это вызывается амиловидоз, это самое грозное состояние, которое может потом в дальнейшем приводить к печальным итогам. Дальше. 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 Привоочек 천окреческие исследования. Дальше за mgまером3, в певом 3, г eg WAT moeb иp, а是sscik lobait, таз в accordance состоянии. В данном случае г rating, маркин, беремоен, помите и acordes mantec. В данном случаеrael можно проверить рентгиозную симметрическую амтрону пациентам. Майкент сгибицу. Дальше. 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 Наличие антигена не 100% что человек, который является носителем этого антигена заболеет от этого болезня. Но 90% пациентов, которые болеют болезнью Веке, они являются носителем этого антигена. И обследуют и другие ребята, потому что пускай в момент, что является причиной развития человека, является носителем этого антигена. Он или не развивается заболевание? А у кого это развивается? А из-за чего оно развивается? И вот является какой-то пусковой момент. Точные циологические факторы. Это не уставка. Какие положительные могут быть кишечные инфекции, мочеполовные инфекции. Таких из способов могут явиться причине развития этого заболевания. Поэтому, когда при сборе анонса, при обследовании, при выявлении, врач-реоматолог-осматик, находят картирик, эндезий, или как-то вот это помогает в диагностике. Следующий случай, пожалуйста. И какие анализы, вот специфического анализа для подготовки этого диагноза. 100% как сделано, и выявл. Нет, сжили нет. Поэтому, как говорится, HVV27-этикет, ген-турные расположенности. Мы ориентируемся на что? На скорость отседания эритроцитов и цели активный белок. Это маркеры воспаления. Это показано, что у данного пациента имеется очень высокая степень, или умеренная, или человек достиг ремиссии. Собственно, когда мы, пациенты, по которым страдаете не заболевать, занимаемся и лечим, назначаем дебатную терапию, это является основным показателем достижения ремиссии. А цель лечения, вы все знаете, хроническое заболевание полностью не излечивается. И цель наших, наших докторов, это достичь стойкой длительной ремиссии. Давайте дальше. Собственно, вот я вам сказала, какие, ну какие рекомендации, как лечить. Основное, конечно, это правильная первая диагностика, обучение надо. Как для любого заболевания надо научиться жить и подружиться со своей болезнью. Люди, которые болят сахарным диабетом, они привыкают к их, ну и как любят, адаптируются. Они применяют те методы лечения, которые позволяют им в дальнейшем жить, существовать мирно и жить полноценной жизнью. Также и наши пациенты, которые страдают нашим спортом при адекватной терапии, при правильном образе жизни, при правильном физическом образе, они сохраняют свою активность и живут полноценной адекватной жизнью. Ну, здесь вот рекомендации не объяснений, но насколько вам готовы, я хотел обратить внимание на полках не применять обрезы коотетами, потому что очень сильно ослабляет мышечный обрез. А, ну, мышечный коотет, хотя бы в центре, который складает болезнью ветер, это очень-очень отклонно. Следующее. Вот эти методы лечения и лекарственные терапии. В первую очередь это, конечно, считается применением стероидно-противоспалительных препаратов. Длительные, зачастую прямо пожизненные. Ну, как вы все прекрасно знаете, эти препараты, помимо того, что они обладают противоспалительными местами, очень много, ну, побочных действий, за которыми надо смотреть. Там могут быть изложения со стороны желудочной, кишечного тракта, со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны луч-колобой системы, почек. Поэтому вся терапия должна быть проводить с предупредением болта. Базисные препараты такие, которые, как бы, применять существо с лазином, лекарственным, лекарственным, тоже лекарственным. Если эти препараты активны, то это хороший, как бы, препарат выбора. При неэффективности такой терапии назначается геноинженерная, биологическая и антистероидная. Диета специальная – это кушать все, сбалансированная – это Александр Петрович. Самое главное – это, конечно, лечебная физкультура, которая необходима, без которой просто нет рухи. Это актуально, наверное, для всех людей, которые болеют и болеют. Для тех, которые страдают, если заболевали, конечно, наиболее актуально. Ну, основные, я думаю, сейчас сроки, которые у вас познакомятся, вот эти упражнения, которые необходимы. И тут вот основные задачи, лечебная физкультура, чтобы сохранить функциональную способность вашей. Какой прогноз? В целом благоприятный прогноз. Неблагоприятный, который в акторе знаете от поражения забитых суставов. Наши есть пациенты, которые спротезируют и не один сустав, а два, и более суставов. Это сосискообразное поражение. Леская эффективность, когда не стимулируют против спаливных и балансов, уже не помогает. Высокая активность лаборатория, когда авторизация соль показывает более 30 минут в час, когда выражено ограничение подвижности в позвоночнике, воспаление нестыки, перевеличивших суставов, когда пациент, человек начинает заболевать в более раннем возрасте, а чаще всего для людей, которые заболевали в родительстве, они начинают болеть в раннем возрасте. К сожалению, просто останется очень поздно. Во всем мире, где-то в силе, зависит ей от момента начала заболевания. Если заболевали в раннем возрасте, попал в хорошие аппараты, врачи и детские переговоры, то прогноз уже понимание на ПГП. Мужчины болеют чаще, чем женщины, хотя в последнем время и женщин достаточно большое количество. Ну, у женщин, наверное, силы физиологические, они более адаптированы к болевому седону, более приспособлены, они как-то легче клянулись от заболевания, до тех пор, пока как-то не разойдутся анкелозы. Каждый, как я осветил как-то в канцерах, я понимаю, что у нас, в основном, конечно, волнует возможность назначения, применения, генноджиэкоперологической болезни. Эти препараты, они, конечно, очень важны. Это для этого процесса, который произошел во всем мире. Особенно во всех спецназах, особенно у нас в Дирек Матологии, потому что мы так организуем. Это очень важно. У нас появилась возможность спешить наших пациентов такими адаптированными препаратами, которые могут привести при раннем диагностике, современном применении при раннем применении генноджиэкоперологических препаратов привести к стойке привести, что, как бы, эпизод один будет, и человек уже полностью живет в нормальной жизни и именно возвращается к этому заболеванию. Вся проблема в чем? В том, что препараты очень дорогостоящие, и, как бы, они далеко не всем доступны. Кому доступны препараты? Я освещу, чтобы вы их собрались. Вообще, как это делается? Ваш пранч-терапевт дает направление по месту жительства путевышку и направляет в республиканскую психологическую больницу. Пока у нас не решен вопрос, как бы, как быть с городскими больными, теми пациентами, у которых должны быть эффекты, там, когда прикреплены к 13-й больнице, они не могут распределять эти препараты. Тем не менее, при 2-й к 13-й больнице тоже может дать такое направление. Это если впервые звучит, из-за привычки диагноза звучит для постановки диагноза, для включения так называемого убийства. Вы приходите на прием, и потом, наверное, попадаете в центр и на какого друга смотрят. Бывают такие ситуации, когда приходит молодой человек с высоченной активностью, с стражением глазом, с стражением кишечника, меслой сустав. Бывает, что не здравый, это она включена, и дает какой-то дополученный год. Если не дает какой-то код, мы включаем такие проценты вместо ожидания. У нас в центре ведутся регистры. Регистры ведутся для процентов по федеральной репуте. Федеральные коды даются тем процентам, которые имеют группу инвалидов. И с понятиями геологии. Вот, в принципе, цель какая? Рано выявить, диагноз познать, и человек что-то не стал умолен. Вот наша цель какая? А у нас как бы все получается наружу. Надо болеть, болеть. Стать инвалидом, и только потом можно попасть в металл вручную. Время будет упущено. Ну, к сожалению, нам даже с нашей ассоциацией, с вами со всеми, как бы надо думать, проблемы решили невозможно. Но так и в смысле не можно назвать. Потому что, ну, 15-20 лет, там у нас так болезнь векции вообще не получается. Если в историческом плане смотрите, это очень короткое промежутепление. И, я думаю, сообщат в них как вот, сможем и доверяющим так повлиять, тем вот у нас есть такие люди, которые интересованы, помогают, какие-то обращения. Сможем заявить. И так, чтобы не инвалиды имели возможность получать эти препараты. Препараты, к счастью, сейчас мы получили, они направлены на различные медиаторы наступления. Сначала все, когда все это как-то начиналось, препараты были. Это моноклонная нация, которую мы производим продавать. первые, первые мы начинали с лимикинеда, как-то во всем мире с эмбрелла начинают, этот артеп применял. Мы с лимикинеда начинали. Сейчас есть очень много других препаратов. Это и Синзи, и Симпли, и Казовитикс, который зарегистрировался. Все препараты эффективны. Но все это тоже индивидуально. Есть такие продукты, как тот или иной препарат, и тот или иной препарат. Ну, вот в идеале, конечно, мы хотели бы, чтобы у нас была такая размыва, чтобы он могли не уменять препараты. И все это получается. К счастью, у нас есть такие препараты. Давайте будем смотреть с активизмом в будущее. Я надеюсь, что у наших пациентов, 900 человек всего, которые у нас побольше, зарегистрированы. На самом деле, это, наверное, больше, потому что с каждым годом прибирают пациентов, которые детского возраста. И в то же время, вот я смотрю, наши пациенты, с которыми мы знакомы уже, ну, не знаю, какое количество лет, 15-20, 30-ти, и вполне сохранны, и живут нормальной информационной жизнью. Если есть вопросы, давайте отвечу, и скажем, сегодня вам вопросы по обеспечению. Давайте, кто первый? Да. Вот по поводу этих уколов вы всегда просто решите. Четыре года я получил шесть уколов. Это не правда. Это не правда. Это правда. Вы какой препарат плачет? Примеры. Это правда. Вы знаете что? Дальше у меня есть у лекции, сотрать нервы, направление, обследование, чтобы обеспечить четыре уколы. Они не стоят просто для лекции. Нет, стоит, конечно. Вы понимаете, когда если лечиться, то вообще не имеется снизу. и выrasки. Вот. Вот мы к примеру у нас все прекрасные те профессиональные, которые стоят у вас в лекции. Все прекрасны. Еще раз, куда тут еще это лекции приходят? Вы уже включили лекции? Только говорят включен, потом говорят не включен, потом говорят, не бывает, бывает. Вот спросите другие, которые включены. Ну вот они. Вы к нам приходите в эти лекции. Они тоже приходили. Вы мне сказали, что лекарств нет, и все, и даже не принадлежит. Понимаете, источник финансирования, это, конечно, я сказал, региональный, федеральный, любого есть. Есть еще один источник финансирования, это поведение высокотехнологичной медицинской помощи. Где оказывают нас? У нас в Республиканской больнице, в Тринадцатой больнице, в Стабитамаке и в клинике Багаму. Все. Квоты-то, как разное количество. Закуп происходит, вот вы поймите, мы и врачи. Наша цель правильно поставить диагноз и правильно назначить препараты. Влиять на закупочный период, он никак не наслаждает. Заявка подана в Купер, подается в ДЦР, в Минздрав. В армотдел. Они подают потом в отдел госзакопа. Потом идет в Минфин. И на каждом уровне чиновник считает так, как он считает. Потом подается торги, потом эти четыре месяца. И вот в итоге, пока мы препараты по ВМП, по высокотехнологии в больнице, не получили. То есть, не как листик, я не буду терапевт на проблему к вам? Не ко мне, ничего. Что я не знаю? Да, в Республиканскую больническую больницу. Там уже? Да, потом у нас как раздается анализом, потом ко мне лечат на проблему. На акции, если я вижу каждый год, они говорят, что препаратов нет, какой-то блохой доступен. То есть, сложно у вас, сложности. Ну, вот он у вас так, вы по-друге, по-другому, нет? Ну, нет, сложности, не уколы за шесть лет. Ну, есть пациенты, которые ни одного, по-другому, не имеют. А без имблоритности вообще не стоит рассчитывать на такую тему? Не стоит рассчитывать, мы же боремся на то, что он себе врачи испытал и говорит, что там у них цель, а у них тогда все-таки объединить вот эти пациенты. Ну, в 13-й больнице, наверное, направляет это было никого. Ну, как никого? Ну, что? У тебя с Богом, что здесь свой пациент, направляют, направляют. Это надо заведующим пациентам. Да, ну, нет, нет, это 24-й репатолога, например, на пределах, которые мы уже приобрели, и без прием. Вы знаете, у нас есть такие доктора, где мы сами звонят, договариваются, направляют. Ну, есть какие-то, несколько другие, или, 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 или. Ну, не болит на себя, не болит, а уже два раза была, не болит. А если два, два ряда здесь, то сколько ждать, и так, примерно? По каким-то переговорам. Вы поймите, я врач. Ну, там какая-то больше, или как-то... Да, вот за год, наверное, на три человека, по-другому. За год на три человека, по-другому. А если, например, поехать в Москву, там назначить, первый укол сделать, приезжать? От этого денег в республике нет, вы знаете, Москва деньги мы перечисляем, и препарат... То есть, если там новый этаж, один укол сделать, отправить домой, и я могу... Абсолютно не решить никакой проблемой. Лучше, лучше здесь ждать, как-то, может быть, по высоким технологиям. У нас же многие пациенты, которые так говорят, что это только лучше. Ну, там тоже, видите, какой период, полгода-год, марш. Ну, чтоб в очередь стать, куда-то идти, надо. Нет, чтоб на это лечение в очередь стать, куда-то идти, надо... То есть, во-первых, надо сначала определиться, есть ли показания для применения этих препаратов. Эти препараты назначаются не пожиломых пациентов, а только строго по показаниям. Мало того, у этих препаратов масса противопоказаний. Поэтому, почему такой так? Сначала терапевт, потом врач, патолог, наоборот семен. Поэтому, вы же все знаете, как бы проверяем эту губеркулезную инфекцию и другие какие-то состояния. Если есть какие-то инфекционные, там, проявления, к сожалению, эти препараты, то невозможно. А левая это показания? Нет, это условия для терапевтного пациента. А где это показания? Показания это высокая активность в разрезах. А в которые работают? Да, ну, я-то, наверное, в целе активность вилок, соль, соль. А еще когда вопрос, если в пользу противопоказаний удается получить только два алкога в год. Может, вообще, лучше не рисковать. У вас есть противопоказания? Ну, допустим, если столько противопоказаний, вы можете получить два алкога в год. Это можно обсуждать, как правильно, как на рейтм и случайно. Но эти противопоказания тоже бывают разные. У нас в мире садились в домах. Он делал то, что он обращался в прокуратуру, требовал назначения консервиста. К нам он приезжает, он там действительно страдает с этим заболеванием. Но у него, помимо этого, идет гнойное выражение волосястой части головы и голову члена. Естественно, ему нельзя так непонятно, потому что это ему высокая сильная терапия. Иммунитет совсем сбивается. Он не догонит, он продолжает там через прокуратуру. В их лечении через прокуратуру не проводится. На ответственность передается это или нет? Предрасположенность. Знаете, сами знаете, все вопросы обоевают. Чем болеют маму, папу? Чем болеют? Какие-то. А, честно, предрасположенность. Это не какое генетическое заболевание, да? Стоп, это не здорово. А вот иногда генетическое предрасположенность. Если у вас... Не спросили, как я не расслышала, какой анализ? Ну, в гене, там можно что-то знать, чтобы что-то не могли сделать. Нет, это только носительское, если вы сделаете отношение в 27 антиген, вероятность, носительское это антиген. Это не факт, что он заболеет, не заболеет. Но, тем не менее, вы сможете смобилировать тот образ жизни, который не позволит привести к этому развитию этого заболевания. Это очень значимо. Если у вас есть дети, сделайте ваши лаборатории антиген. Посмотрите, вероятнее ли они носительны. Значит, вы убираете из тяжелого спорта и нормальной жизни избегаете инфекций, которые могли бы спровоцировать возникновение этого заболевания. Вот вопрос такой. Моя синяя природа, у меня Аши, когда Максим, вы можете. Я думаю, еще ранее, пока на него тоже уже. А, да. Да, да. Ну, разница, если бы у меня попробовать, нет обнаружения. Синяя природы, как сделать так, чтобы он увеличен этот заболевания. Действительно, если еще тяжелую нагрузку, или спорта, или инфекции, мы никак не сможем... Нет, ну, тяжелые, да, инфекции, версию, заболевания кишечников таких, хламидиаз, какие заболевания, это же маха, которые вы можете это представить. Да, мы имеем в виду после респираторной внешней инфекции или витрян. Мы имеем в виду с песковной массой. Какие республики вообще нужны? Шаль, решили. Можно я дотону, просто шаль, по-моему, что ли? У меня сын, или я, как правило, он болеет больше 20 лет. У меня, кажется, он тоже не выстрелил, я не знала. И вот, когда я начала болеть, я память, я год назад, я поняла, что у меня стресс или болезнь у него сына. И он застанет пройти к нему отслеживание. У меня, кажется, связывая противность, определитель мне поставили тоже веселье. Мне поставили 62 года, а он же болеет, 20 лет. Поэтому, может, оно не появится, но у меня, вероятно, я думаю, что на нем на фоне стресса у меня весит, потому что я вот это переживаю. А я не горел, как будто пускала. Амазония, да. Можно тоже вопрос? А это все. У меня вот такой вопрос. Вы говорите, если ген, ну, как-то, найден, да, и спланировать, чтобы, ну, жизнь, там, ребенка, допустим. А вот такая ситуация. Раньше, допустим, этот ген, ну, не назначали, не являли, не было. А вот человек в армию пошел там. Допустим, очищенный попал, опухло там что-то, да, и как бы получается, почему вот сейчас на данный момент тоже не включается, во-первых, при призыве тоже, как бы условно разливить могут быть. Человек уже осмысленно попадает в такое место, и у него гены присутствуют. То есть уже процентов восемь, что он выстрелит, понимаете? Понимаю, очень часто такие пациенты, которые во время службы, они или заболевают инфекцией, при общем питании легче, или при большей обработке дают нагрузки. Как он называется у него? Ну, какие-то ученики, большие, большие. Да, но у них разбираться, они упады там, госпитин, и нельзя здесь еще не ставить. Да, да. Поэтому они приезжают в бедолаге через какое-то время. Да, да. И то мы их, и куц, 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 и куц. И куц-бр, и куц, и куц, и куц, и куц, и куц. Стали, и потом куц. Это же просто у нас с вами разговор за жизнь. Мы можем измениться? Медосмотр в психозернике проходят. Я, к сожалению, не могу. У нас бывают такие ситуации, когда из военкомана призывников к нам на экспертизу присылают. Причем мы ставим на этот диагноз, а тот, который сидит на телепризовном полу, который терапевт, он снимает, хочет считать, что это нет. Ну, это такие вопросы. Вы что-то хотели, а я хотел спросить. В 2015 году я лежал в поделении у вас, я сам с Африканска. У меня вопрос такой, то есть за вот эти промежутокремени за 4 года, в принципе, воспалительных процессов сильных не было. То есть надобности к вам подливаться нет. Но я, тем не менее, то есть я сидел в последний процесс, вот в коленах суставик, больно начинает двигаться. Хотел бы обследоваться, да, но из-за димушки прокапаться. Не говорю там высокоинженерными препаратами. Я просто витамины получить, магнитно-резонансный вот этот вот там у вас аппарат есть. То есть попасть в стационар. Так как я иногородник, я не могу каждый день приедет, процедуру как на демоксационаре получить. Вам такое лечение кто назначил? Сместое назначили? Что значит прокапаться витамины? Ни в один стандарт лечения не входит. Лечение витаминами и никакими капельницами тоже ни в один стандарт лечения не входит. Как к нам попасть? Берете кучуточку, приезжаете к лечению. При наличии показаний до стоперезирования. Здесь в середине у нас есть пациенты, которые находятся сейчас в стандарт лечения отделения битком на вида. И не только из Невтикамска, а ко всему. Но обычно это делается, а то делается. Невтикамска, знаете, по числам. Невтикамска, а ко всему, меньше шестьдесят, не покупают. А тут же отлечащий нет, несколько. Кто отлечил? Что отлечил? Какой врач? Он за госпитализацией отлечает я. Ну она даже не управляет. Кто это врач? Светлана... В смысле у нас не припевает? Да, да. Вот почему она будет и всех остальных проверить? Я уже месяц пью, а сейчас приезжаю. Вот я объясню, как пропасть, вот это уже будет. Мы попадаем с индивидуальными, я там консультирую, по вторым, значит, врачам и оставляют. И все через это проходят, и все это как-то разнословаться. Ну тут спросят еще. Согласен с программой рекламенту, давайте по зрению вопроса... По поводу льготного лечения, например, для региональных больных, что получится? Ну, льготное лечение, препараты. Вы поймите, пожалуйста, что препараты сами себе не назначают. Нет, нет. Я не знаю, вам показаны препараты не имеют. Мы, я, кипокалазин только получаем, больше не забывал, для региональных нет в оттеке. Может быть, эта терапия для вас адекватная, и она достаточно. Поймите, каждый букваря, помимо лечебного действия, обладает и подмочного действия. И не все, это вот... Мы, я включаю по назначению риммафорта. Если вам... Кто назначил? Кто назначил? Который был? Ну, 13-ю больницу. Ну, значит, раз они назначили, значит, они же нас обеспечивают. Всем этим, кто ставил. Да. Кто назначает, вот, как, обеспечить? Субтитры делал DimaTorzok Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.